Время, мои зрители. Неужели пришло то самое время, господи, когда я обещал это заснять? Год или два назад, я уже сам не помню, честно. Но это уже не важно, так как наконец-то у меня дошли руки до этого создания. Как мы все знаем, существует бесчисленное количество самых разных модов на халфу. Мы видели всё, начиная от всяких мелких трэш-модов и заканчивая глобальными проектами, которые превращают халфу в другую, но не менее полноценную игру. Under Hell тому яркий пример. Но вот прикол, если взять всё это, то из всей этой кучи есть только один мод, который превратит халфу в полноценную стратегию. И то технически, это мод даже не на халфу, а на другую игру. Как раз об этом моде мы и поговорим в этом видео. Ребята, рад вам представить глобальную модификацию Lamp-De-Wars. Начнём с небольшой истории и технологических подробностей. Разработка мода началась в далёком 2007 году. В этот же год появилась первая версия мода. Изначально для запуска мод требовала установленная Half-Life 2 и Half-Life 2 Episode 1. Спустя множество обновлений, игра сильно изменилась и взяла за основу игру Alliance Warp. А потом, спустя ещё несколько лет, она появилась в тиме в качестве бесплатного мода. Несмотря на то, что мод находится всё ещё в бета-стадии, он до сих пор обновляется. Это очень круто. Респект авторам. Непонятно почему, но мод большой популярности не сыскал. По нему даже видео толком-то и нет. Будем фиксить. Итак, запуск. Главное меню. Ничего особенного. Одиночка, сетевуха, настройки и ещё какая-то любопытная кнопка. Как я понял, она включает какую-то мини-игру, в которой я вообще не разобрался. Но это уже другая история. Начнём, естественно, с одиночки. Как это и полагается, присутствует обучение. Оно очень короткое, но тем не менее. В нём рассказано и показано всё, что нужно, для того, чтобы в будущем не было проблем. Сначала вас вкратце обучают управлению и основам стратегии, а потом кидают в небольшой бой. Вкратце, мы имеем всего две стороны, повстанцы и комбайны. Вся игра в основном здесь крутится около так называемых контрольных точек. Это такие флажки, расставленные на поле боя, которые нужно захватывать и укреплять. Зачем? Потому что они дают имущество, первый драгоценный ресурс. Укрепление нужно для того, чтобы эти самые контрольные точки приносили побольше ресурсов и были более живучие. Ещё имущество добывает главная постройка, в которой обучаются... назовём их строителями. У повстанцев это штаб, слепленный из говна и палок, а у комбайнов высокотехнологичная полноценная цитадель. Обалдеть, вот это я понимаю равенство. Второй ресурс это металл. Добывается он на мусорных кучах, которые тоже в хаотичном порядке расположены на картах. У повстанцев металл инженера собирают вручную. У комбайнов всё сложнее. Прямо на такой куче ставится специальная установка, и металл перерабатывается в энергию. Вообще, энергия это по сути как металл у повстанцев. Это тоже очень важный ресурс. Почти все здания у комбайнов питаются от неё. Так что прежде чем построить какое-нибудь такое здание, нужно рядом расположить реактор, чтобы здание питалось от него. Или иначе, увы, без реактора почти ничего построить не получится. Окей, с основами каждой стороны мы разобрались. Теперь немного рассмотрим арсенал. Ну там всякие здания, юнитов и всё похожее. Повстанцы. Штаб. Ну тут всё понятно. Начальное и главное здание. Здесь подготавливаются инженеры и разведчики. Если с первыми всё понятно, то разведчики – это быстробегающий повстанец, вооружённый пистолетом. И мне, так сказать, очень интересно, откуда у такого рядового юнита взялась маскировка. Хотя нет, не так. Откуда у повстанцев вообще маскировка? Когда они успели изучить эту технологию? В общем, это для меня был большой сюрприз. И что самое важное, не самый последний. Далее – хижина. Это здание нужно, чтобы поднять лимит на максимальное количество боевых единиц, которые вы можете создать. Один повстанец – одна единица. Кто-то помощнее покрупней – уже большая цифра. Свалка. Или другими словами – пункт приёма металлолома. То самое здание, которое нужно размещать рядом с мусорными кучами, чтобы инженеры далеко с металлом не мотались. Казарма. Тут и начинается самое интересное, так как здесь подготавливается большинство боевых юнитов. Первые идут с коктейлем Молотова, хороши против построек. Вторые – с обычными СМГшками. Слабые, дохнут быстро, но зато у них интересная пассивка – дух революции. Повышает точность, когда их больше четырёх. Короче, тупо мясо. Дальше юниты интереснее, но чтобы их открыть, нужно построить оружейную мастерскую. Это здание, в котором вы исследуете разные новые оружия, гранаты и прочие плюшки. Сразу после постройки вам откроется доступ к полноценным повстанцам, и уже они будут помощнее партизанов. Более выносливы, стреляют точнее. Если исследуете дробовик, то сможете закупать повстанцев с дробашом. Или прямо на поле боя переобувать обычных повстанцев в плане оружия. Правда, это будет чуточку дороже. Гранаты. Фуууу. Гранаты – это вообще топчик, просто убойнейшее улучшение. Четыре повстанца с гранатами могут такое натворить на базе. Дамаг огромный, юнитов раскидывают на раз-два. Постройки сносятся супер отлично. Да и вообще, сами по себе гранаты здесь сделаны очень зрелищно. Дальше идёт здание, открывающее медиков. Думаю, описывать их смысла нет. И стрелок поддержки. Это типа снайпер с арбалетом. Мощные ребята, далеко стреляют, больно бьют, но есть один минус. Перед выстрелом они несколько секунд занимают позицию. Это делает их очень уязвимыми, но это того стоит. Также могут кидать дымовые гранаты и стрелять взрывными болтами. Это типа мини-взрывчатка. Гранатомётчики. Очень странные ребята. В обычной халфе гранатомёт – это смерть и разрушение. Причём всем. Здесь это вообще непонятно, что работает гранатомётчик таким образом. Чем тяжелее юнит, тем больше ему наносится дамаг. То есть обычные комбайны убиваются кое-как, еле-еле. Зато элитные комбайны отлетают конкретно. Очень странная реализация, но это скорее всего сделано в угоду баланса. Так что понять можно. Огнемётчики. Ребята, выносящие всех и вся. Тяжёлая пехота, лёгкая, постройки. Всё выпилят моментально и следов не оставят. Самих выпилить очень сложно. Свободное время пытаются продолбить асфальт. Или что это такое, я не знаю. Причудливые чуваки. И последнее лёгкий юнит – диверсант. Вооружён пистолетом, имеет маскировку. Может взламывать чужие турели и мины. Также может самому ставить мины, если те исследованы, и ставить С4. И последнее – пещера вортигонтов. Ооо, да, в этом месте подготавливаются настоящие убийцы. Первыми идут, конечно же, сами вортигонты. Выносливые, опасные и просто сасные ребята, которые выносят всех самыми разными способами. Захотели – призвали армию муравьиных и львов. И, если что, можно управлять. Даже функцию специальную сделали. Можно всем складом долбануть кольцевой разряд. В результате чего по небольшой площади пройдёт дамаг. Ну и в конце концов, можно тупо пользоваться стандартными атаками. Иногда этого бывает вполне достаточно. Наверное, вортигонты – это самое убойное, что имеют у себя повстанцы. И даже пёсик, чёрт возьми, пёсик, не сравнится с ними. Для меня это было большим сюрпризом, что здесь можно пёсика на себя нанять. Причём не в единичном экземпляре. Пёс – это самый выносливый юнит у повстанцев. Способен тягаться с любой единицей комбайнов, а потягаться уж там точно есть чем. У пёсика всего две способности. Первая – это удар об землю. Очень похож на обилку у вортигонта, плюс вызывает оглушение у врагов. Вторая – это прыжок. Тоже оглушает противника и наносит такой… далеко не маленький дамаг. Единственная проблема пса – это ролевые мины. Они при ударе постоянно его оглушают, так что если их слишком много, то придётся очень несладко. С юнитами закончено. Теперь быстренько рассматриваем оборонительные штучки и переходим к комбайнам. Баррикада. Тут всё понятно. Небольшая постройка, обеспечивающая защиту троим повстанцам. Пулемётная точка. Суперская вещь. Парочка таких штучек обеспечит отличную защиту даже от тяжёлой пехоты. Бункер. Внушительная постройка для восьми человек. Даже после постройки выглядит как разваливающийся кусок… В общем, вы поняли. Антенна. Нужна для того, чтобы палить замаскированных противников. Также может обеспечивать видимость в недоступных зонах, что тоже полезно. Катапульта с бочками. Специфичная постройка, кидающая бочки противников. Пользоваться аккуратно или лучше не пользоваться вообще, так как есть шанс подорвать что-нибудь своё. Потом идёт здание, в котором можно лечить людей и… Телепорт. Внушительных размеров постройка позволяет телепортировать большое количество юнитов в любую точку карты. Обалденная вещь. При грамотном использовании можно закинуть свой склад в ту вражеской базы и натворить много интересных вещей. Окей, с повстанцами покончили. Теперь комбайны. Если сравнить обе стороны, то комбайны будут намного интереснее. У них и юнитов побольше, и возможности разнообразнее. Начинается всё с цитадели. В ней мы можем нанять сталкера и подданного. Сталкер – это строитель, ничего необычного. Подданный – это тупо никто, у него вообще ничего нет, даже оружие. Он дерётся кулаками, и это как-то… жалко смотрится. Расходный материал, в общем. Реактор тёмной энергии, об этом я говорю в начале. Аккумулятор накапливает добываемую энергию, и гарнизон – это как казарма. В первом списке идёт метрокоп со щитом. Универсальный боец, из оружия только дубинка. На первый взгляд может показаться, что он бесполезен, но это далеко не так. Во-первых, в отличие от обычного метрокопа, у него больше ХП. Во-вторых, они очень хорошо давят количеством. В-третьих, специальная способность – поднять щит – урезает получаемый ими дамаг, но и уменьшает скорость передвижения. То есть можно кучей навалиться на кого-нибудь, поднять щиты и разваливать всех, получая уменьшенный дамаг. А ещё можно сделать живой щит, который укроет сзади стоящих юнитов. В общем, хорошие ребята. Далее идут обычные метрокопы. От повстанцев отличаются только способностями и тем, что не умеют кидать гранаты. Могут запускать мэнхэков. Мэнхэки – штуки слабые, но и хрен убьёшь из обычного оружия, потому что по ним тупо сложно попасть. Также могут ставить автоматические турели прямо во время боя. Солдаты Альянса. Ничем не отличаются от повстанцев. Самые обычные юниты. Оружейная фабрика. Здание, где проводятся исследования разных плюшек. Новое оружие, гранаты, турели. Спецкомплекс. Тренировочный комплекс, где обучается элита. А именно снайпер и элитный солдат. Снайпер в целом похож на стрелка поддержки повстанцев. Механика стрельбы такая же. Может становиться невидимым. Элитный солдат. Живучий, что кобздец. Солдафон с винтовкой АР-2. При желании её можно поменять на дробовик. Может стрелять энергошарами, которые выпиливают пехоту на раз-два. Завод дронов. Здесь создаются три типа дронов. Сканеры, мэнхаки и шаровые мины. Сканеры — это отличные разведчики. Боёвки не имеют, но обнаруживают невидимых противников и могут их ослеплять вспышкой. Мэнхаков уже обсуждали и шаровые мины. Что тут сказать? Шарик как шарик. Прыгает, катается, способностей не имеет. При ударе оглушает и замедляет противника. Уничтожить такую штуку крайне тяжело даже из дробаша, потому что сложно попасть. Поодиночке мало что могут, но если таких целая группа, то суши-сухари, дедуля. Ах да, и ещё. Всё-таки как-либо использовать катапульту с бочками — крайне сомнительное удовольствие. Думаю, теперь точно понятно почему. Переходим к последней и самой интересной части — синтета. И начнём мы с охотника. У него три типа атаки. Первая и самая стандартная атака — классическая стрельба. Вторая — это таран вражина самим собой. Выглядит очень эффектно, но если противников слишком много, могут легко убить. Так как перед тараном идёт небольшая подготовка охотника. И третья — прыжок. Охотник совершает резкий прыжок и убивает всех, кто под него попал. Обалденный юнит. Но псам они, конечно, уступают. Тут без вариантов. Страйдер. Ооо, гайс. Я не совру, если скажу, что это самая зрелищная и мощная боевая единица во всём вашем распоряжении. 1250 хп. 84 секунды подготовки. Это того стоит? Ну, блин, определённо да. Даже топ от этой махины сопровождается отдалённым звуком на всей карте, являясь предупреждением. Основная атака этого красавца — огонь из импульсного пулемёта. Есть способность протыкать противников своей огромной ногой. Дамаг этой способности впечатляет. И последнее, без чего бы не обошёлся этот красавец, — выстрел из пушки. Вот это действительно мощь. Единственный минус — это сам факт того, что его могут положить обычные бомжи с автоматами. Да, это неожиданно, но факт, ибо баланс. А ещё у него есть способность ускоряться с такой вот прикольной анимацией. В целом, по юнитам и постройкам я всё рассказал. Разве что можно добавить про возможность вызывать десант на поле боя у комбайнов. И парочку оборонительных построек. Шахта хиткрабов. Запускает капсулу с хиткрабами в любую точку карты. Самое главное, чтобы этот участок, куда вы хотите запустить капсулу, был виден для вас. То есть, чтобы не было тумана войны. Устройство подавления. Ну, тут классика. Использовать надо осторожно, иначе будет ситуация как с бочками. Почему этот мод отличен, и он стоит вашего внимания? Честно говоря, затрудняюсь ответить, Ну, наверное, потому что он сделан качественно, и уж тем более он сделан на сорсе. А это значит, что все фишки этого движка присутствуют и здесь. Много видели вы стратегий, где остаются дырочки от пуль, или даже кровь на стенах. Или где на тела юнитов действует рэкдоу физика. Думаю, если такие и есть, то их ничтожно мало. Плюсом отдельно хотел рассказать про карты и режимы. Карт, как и режимов, здесь куча. Есть два режима. Игра против ботов и миссии. Игра против ботов – это классические сражения на кастомных картах. Мало того, что в игре против ботов есть несколько подрежимов, по типу сэндбокса, обычных сражений, выживания и все прочее. Так ещё и карт здесь, фу-ху, завезли по полной. Карты самые разные, как по структуре, так и по дизайну. Пустыни, леса, заснеженные поля, города. Вот это я вообще хз что? Цитадель. Получается, что за комбайнов вы имеете цитадель в цитадели. Или вот какая-то канализация. Цитадель, находящаяся в канализации, это, конечно, мощно. Есть карты, которые набиты всякими вкусностями, которые так или иначе влияют на геймплей. Разрушаемые препятствия, враждебные ко всем существа, по типу зомби или каких-то бичей. С этим всё отлично. С миссиями всё намного интереснее. К сожалению, их намного меньше, а именно всего четыре. По сути, это такие мини-компании со своим сюжетом и своими целями. Однозначно, стоит проходить их в первую очередь и только потом идти покорять ботов и мультиплеер. Да, по поводу мультиплеера, к сожалению, я пока не успел его опробовать. Моя цель была рассказать и показать вам самое основное в этом моде. С людьми в реалтайме это было бы намного сложнее. Так что меня ждёт гора веселья и изнасилование в задницу местными профессионалами этого мода. Или нет? В общем, посмотрим. Кстати, под конец этого видео обнаружил очень интересную деталь. В сэндбокс режиме можно играть за какого-то определённого юнита от первого лица. Это очень необычная фишка. Стратегий с подобной фишкой очень мало. Я знаю только про какой-то батл зон и ещё вот эта стратегия, которую я купил лет пять назад и никак не могу в неё поиграть, потому что руки не доходят. Всё. Давайте, пожалуй, на этом и закончим. Закончим это прекрасное видео, которое я должен был выпустить года три назад, но как-то не сложилось. Лучше уж поздно, чем никогда, как говорится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, по каким модам вы бы ещё хотели увидеть видосики. И ещё, скорее всего, вас интересует следующий вопрос. Почему так долго не было стримов и видео на канале? Две недели назад я взял такой немаленький отдых, потому что уж очень сильно в последнее время я устал. Так вот, знаете, с выходом этого видео мой отдых закончился и теперь я буду радовать вас в прежнем режиме. Так что, как-то так. Больше мне сказать особо нечего, так что я с вами прощаюсь. Всем пока, удачи. Увидимся с вами на стримах и в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok